По следам старейшего трамвайного пути в Саратове прошла необычная экскурсия. Все желающие смогли проехать по некогда самой первой и самой протяженной в городе трамвайной линии. Появилась она ровно сто лет назад. Правда, часть туристического маршрута пришлось преодолеть пешком. Почему, расскажет Никита Развожаев. Мы прям стоим вот на том же самом месте, откуда была снята эта фотография. Пересечение улиц Астраханской и Московской. Именно здесь когда-то располагался трамвайный вокзал, от которого и начинали свой путь уличные поезда. Маршрут предстоящей экскурсии обговорен и известен. Без остановок по пути дачной линии. По этой линии с советских времен трамвай еще, ну можно сказать, ни разу не ездил. Мы практически повторим тот маршрут. Архивные фотографии схемы путей. Уже в пути экскурсовод Денис Жапкин свой рассказ об истории трамвайного Саратова подкрепляет наглядными иллюстрациями. Обычный вагон трамвайного депо, следующий по маршруту номер 6. А трамвай, который мы привыкли видеть на улице, его отличает лишь то, что на приходе вместо кондуктора вот такие билеты образца 1910 года нам выдает экскурсовод. Количество мест в экскурсионном вагоне строго ограничено. Чтобы прокатиться на трамвае, записываться многим пришлось заранее. Татьяна Соколова такую возможность упустить не могла. О трамваях знает немного. Да и в юбилейном, где живет женщина, трамвайных путей нет. Очень нравится, интересно. В общем-то историю Саратова я не очень хорошо знаю, поэтому давно хотела что-то узнать получше. Вот представилась такая возможность. Ранее линия проходила до 12-й дачной. Сейчас же конечная остановка трамвая – дачная 10-я. Рельсы демонтировали и до единственного напоминания о пути – остатков трамвайного моста. Отдыхающим пришлось идти пешком, чтобы полностью повторить маршрут советского времени. На меня было открытие, начиная с дачных, это был пригород. В свое время жил в районе Первой дачной, оказывается, жил в пригороде. Сейчас это почти центр города, можно сказать. Саратовский трамвай-тур проходит уже второй раз в этом году. По сравнению с первым, желающих оказалось в несколько раз больше. Организаторы обещают, что узнать что-то новое не только о трамваях, но и о Саратове, можно будет уже в ближайшем будущем на третьей экскурсии. Никита Развожаев, Алексей Новиков, Арсений Наймушин, Вести, Саратов.